Всем привет! Привет! Сегодня мы приехали в супермаркет Полз на нашу очередную еженедельную закупочку, так что в этом видео будет обзор весенней продуктовой корзины. Протрем ручку. А кто его знает, кто за ними трогал, касался ее? Раньше никто не переживал, а сейчас все переживать стали. Ну и если они висят, почему они здесь используются? Уже все в Крисмасе, даже все оформление. Так, клубника сегодня 2,90 за бонеточку, 200 грамм. Сейчас выберем пару штук. Ну, даже не знаю. Ну вот вроде ничего, красненькое. Сейчас в сезоне манго? Да, сезон относительно недавно начался. Он у нас сколько? В принципе, где-то до конца января приблизительно идет. 3 доллара штучка. Сейчас, да, потом они спускаются до 2,50, а на рынке можно, там за коробку можно. Вот этот вот сорт Калипсо очень-очень сочный и вкусный, классный, нам нравится. Ну, в принципе, здесь около 4 или 5 сортов, в общем, здесь продается. Как и во многих странах, уже, хотя еще ноябрь уже готовится к Крисмасу, уже появился хэм, ну, ветчина появилась. Вот этот темный. Да, трипл смоут, это тройного копчения, то есть здесь есть и половинки, кому как нравится. Ну, по ценам вот такая большая, например, почти что 5 килограмм, 72 доллара. Да, 15 баксов килограмм. А это просто... Обычный 8 баксов килограмм. Здесь вот такой рождественский, двойного копчения. Ну, да, вот они в среднем сколько? Это 13 за килограмм. Вот эта такая большая, 15 за килограмм. Ну, так как они огромные, получается, это 70-80 долларов. Как я рассказывал Иван, сейчас большая скидка пошла на баранину, 8 долларов за килограмм. Да, причем я говорил про Woolworths в новостях, но, естественно, второй супермаркет, самый крупный колст, тоже не отстает. И, естественно, он тоже снизит, так что так произошло. Так, какое? Сколько нам надо? Нам килограмма 3. Продолжение темы Крисмуса. Вот различные панеттоны уже в продаже. Это что у нас? Крисмас пудинги разные. И вот здесь целый такой стенд тоже разных сладостей местных, то, что покупают на Крисмас. Печенье от Скотч Фингерс, которое мы всегда берем. Сегодня 2,50 штуку. Киндер. Различные штуки. Ну, Киндер использует пальмовое масло в производстве. Я понимаю, что если его немного съешь, ничего страшного. Но лучше не покупать. Если есть альтернатива, зачем брать это? Мать, что мы не будем. Шоколад мы берем все время новозеландский. Нам он очень нравится. Вот, кстати, к слову о том, что киндер мы не хотим брать. Шоколад новозеландский, безумно вкусный. Без всяких дополнительных вещей. Различные вкусы есть. Сегодня у нас скидки 5,50. И вот в новогодний появился какой-то новый вкус. Киндикейн. Красивенько. Красивенько. Ну что, мы приехали домой. И вот перед вами часть нашей продуктовой корзины. Давайте побыстренькому посмотрим, что же мы купили. Так, вот это у нас шпинат и рокет. Такой небольшой наборчик для салата 2 доллара. Кусок тыквы. Дальше набор картошки. Здесь, по-моему, 2 килограмма, да? Такая пачечка. Мы всегда берем детям яблоки. Это Ройл Галла. Здесь 1 килограмм. Ножку мы уже показывали. Вот такая 2,664. Обошлась 21,31. Сейчас скидка. И 1 килограмм всего лишь 8 долларов. Дальше. 1 килограмм морковки. Сегодня была на скидке. Всегда берем детям в школу вот такие йогурты. Это вот для старшего. И для младшего поменьше. Сегодня были на скидке вот такой по 2 доллара за штучку. Этот по 85 центов за штучку. Дальше это Иван себе берет. Это новозеландский. Нет, это не новозеландский. Это австралийский. Такие 2 йогурта. Затем всегда берем баттермилт. Обычно для готовки. Это что-то типа кефира. Нашли здесь именно новозеландское масло. 400 грамм. Греческий йогурт. Обычная пачечка. 240 грамм. Дальше мы берем младшему. Так, чтобы лежало на всякий случай такую еду. Да, если нечего там приготовить, лень что-то сделать. Разогрел, ребенок поел и поехали куда. Дальше берем вот такую пастилу. Это полезный продукт. В принципе, здесь в составе ничего нет, кроме как сушеных фруктов. Пачечка крекеров. Так, тоже для перекуса. Новозеландский шоколад. Уитекерс, который мы всегда берем. Сейчас он был на скидке 5,50 за большую плитку. 250 грамм. Дальше. Это Иван у нас любит орехи в шелухе. Тут, кстати, целый набор разных орехов. Да. Грецкие орехи, миндаль и фундук. Лесной орех. Пол килограмма. То есть там что-то 6 или 7 долларов было. 6 долларов. 6. Дальше. Всегда берем печенье Арнас. Вот скотч фингерс. Это у нас самые любимые. Они сегодня были на скидке 2,50 за пачечку. Дальше у нас здесь немножко еще фруктов. Манго. Вот такие большие. По 3 доллара сегодня были за штучку. Косты у нас все любят. Лук. Ну это не фрукт, конечно. Ну это у нас фрукты и овощи здесь. А потом взяли 2 апельсинки. Там нам для готовки нужно. Да. Кабачки, но цукини. 2 пачечки клубники. 250 грамм пачечка. Потом тоже вот такая голубика, да, блюберис. Пачечка 170 грамм. Мы взяли 2 пачечка. Малины. Малинки. 4 доллара сегодня была. Угу. Затем вот, кстати, Иван любит тоже сухие грибы. Да, боровички сушеные. То есть я добавляю либо в суп, либо, то есть еще как-то. То есть можно их и пожарить, когда размочил. То есть с картошечкой. Очень даже классно. Ну и специи сегодня взяли только чили. Дальше яйца мы берем. Фри рейндж. Наборчик из 12 штук. Это немножко из супокрустов. Значит, это волнац, орехи грецкие, да? Да. То есть 150 грамм. И сушеная клюква. Это мне нужно для готовки. Ну, волнац тоже в основном для готовки, если в такой упаковке берем. Немножко пасты. Сегодня тоже была на скидке вот такая. Тоненькая. Волосинки. Очень прикольно. Вот один, что-то другой бренд. Такие бантики мы тоже дети любят. Дальше хлеб. Whole grain мы берем. То есть цельнозерновой муки. Детям в школу делать с собой сэндвичи очень удобно. То есть в прессе и все сделал. Ну и немножко химии. Кстати, вот мы еще забыли вот такое тоже погрызть. Палочки, да. Палочки тоже Иван любит. Иван любит у нас грызть. Все, что Иван берет, и все, у него дети пытаются это скоммунизить сразу же. Им тоже нравится. Сенседайн. Судная паста. Две пачки палмолив. Мыло для рук. Мыло для рук. Сегодня тоже это было на полцены. 3,75 за литр. Дальше. Оливковое масло. Именно Extra Virgin. Сегодня тоже было на скидке полцены 12 долларов. Вот за литр. Это Иван себе взял вино. Мне почему-то в последнее время захотелось именно розового вина. И здесь было вот на скидке. Хочу сразу отметить, ребята, что в супермаркетах, для тех, кто не знает, в супермаркетах в Куинстонде алкоголь не продается. Его надо покупать в отдельных магазинах. В ликкер-шоп, да, как это, виноводочный магазин. То есть ты покупаешь именно там. Ну, там он прям рядом с тем супермаркетом был. Я зашел, взял себе бутылку розового вина. Французская. Оно стоило 14 долларов. Так, до этого она 18 или 17 стоила. Ну, короче, со скидочкой. Просто не знаю почему. Вот я все время пил белое новозеландское савиньон. Мне нравилось савиньон блан. А здесь что-то в последнее время как-то захотелось розового. Не знаю почему. То есть дело в том, что я красное перестал пить вино. Пиво перестал пить. Так что у меня по определенной причине, я уже рассказывал, что у меня подагра появилась. И поэтому я решил таким образом переключиться. И в принципе все помогло. Приступов больше нет. И вот еще одна интересная вещь. Очень часто в супермаркетах бывают различные акции. То есть ты собираешь баллы за свои покупки. И потом эти баллы можешь обменять на что-то. То есть вот сейчас идет акция от такого бренда для барбекю. Всякие штуки. Есть там и доски разделочные, и перчатки, и какие-то там металлические противни. И так далее. И вот есть набор нож и такая вот вилка для мяса. Такой, не знаю даже как ее назвать. То есть в принципе вещь нужная не только для барбекю. Не важно жаришь ли ты барбекю или нет. Поэтому мы решили взять нож и вот эту вилку. Просто удобно, что вы как обычно покупаете все в магазинах. И они автоматически копятся эти поинты, баллы. И потом можно что-то полезное брать. Одно время были бокалы. Потом была какая-то посуда. Сейчас вот различные вещи для барбекю. Так что просто вам на заметочку, что если вы только приезжаете, есть такие вот штуки. Обращайте внимание. Причем даже я заметил, что в магазине Колс по какой-то причине такие вещи проводятся чаще, чем в Улвардсе. Я не говорю, что в Улвардсе их нет. Но почему-то Колс чаще, они одну за одной устраивают вот такие вот вещи. То мы, не, что мы последнее брали. Сковородки были различные. То есть для готовки там маленькие и большие. И буквально сколько тут прошло времени, в несколько месяцев, и они запустили вот эту вот вещь. В Улвардсе последний раз были, однако, тарелки, да? Были тарелки. А вот в Колсе за это время мы набрали бокалов. Ну, набрали это так смешно сказано, но взяли несколько бокалов, взяли вот несколько, пару сковородочек и вот такую вещь еще. В принципе, очень даже классно. Так, если говорить, в общем, сколько обошлась нам вот эта половинка, потому что мы сейчас поедем за второй частью. Мы всегда закупаемся частично в Колс, частично в Улвардс. И вот это все нам обошлось в 211 долларов 93 цента. Естественно, все говорим в австралийских долларах. Сейчас отправляемся за второй частью, так что поехали с нами. Кстати, забыли вытащить из багажника набор 4 кухонных полотенец, такие толстые именно, джамбо пэк, типа, стоил он 8 долларов. Да, это был на скидке обычно один. На скидке 8 баксов, 4 штуки. То есть оно считается как один большой рулон, как два стандарта. Супермаркет номер 2. Вулвардс. 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 Кстати, здесь даже есть бесплатные фрукты для детей. То есть пока родители совершают покупки, дети могут перекусить. Сейчас вот немного, правда, все. Бананы, груши и пару яблок. Но всегда что-то разное лежит. на этой неделе мы авокадо не берем у нас еще осталось много но вот цена например одна штучка полтора доллара иногда бывает доллар тридцать сейчас кстати еще в сезоне уже кукуруза и вот всего лишь по доллару за штучку еще один интересный факт здесь в этом супермаркете есть такой отдел называется the odd bunch и здесь продаются вот например яблоки разных размеров душе тоже разных размеров либо очень большие и она обычно дешевле стоит или например вот килограмм лимонов тоже 340 они здесь килограмм здесь полкило это что лайм тоже разного размера мандарины из-за того что они разного размера цена чуть-чуть меньше мы возьмем лимоны например здесь один огромный и 3 маленьких пошел уже сезон арбузиков очень-таки сладенький кстати здесь до супермаркета в большинстве своем крупные вот эти огромные режут на четвертинки и продают есть конечно вот такие вот маленькие да либо но это в других магазинах в этих магазинах я огромных не видел можете могут вынести конечно в общем 290 килограмм очень удобно купила с четвертинку съел и все да если еще нигде есть но вот я не знаю такой или вот такой тем очень кстати помимо мяса кенгуру здесь еще есть интересный продукт это как вот такие огромные многие индейки получается 8 долларов за килограмм да нет а сейчас на скидке было 950 сейчас 8 до и огромные ну и конечно же выбор мяса кенгуру сейчас во многих крупных супермаркетах на этой неделе мы также не берем молоко потому что можно купили но хотим показать мы сейчас перешли вот на молоко а2 она стоит дороже но его разница в том что здесь только один вид белка то есть только а2 нет а один то есть по-моему это протеин а1 в общем она менее аллергенная но опять же я вот прочитал что по большому счету исследования проводились только компании которые именно и производят это молоко да ну вот например 3 литра стоит 990 2 литра 690 если сравнить вот обычно молоко здесь 3 литра стоит 310 то есть на много раз дороже 450 неправильно поставили да неправильно full cream milk а это 2 литра 350 а 450 стоит 3 литра а там 3 литра 990 честно говоря вот если я кофе делаю дома да и делаю взбиваю молоко то вот после этого молока иногда у меня начинал бурлить живот вот а2 как-то я не замечал последнее время чтобы происходило такой так что может быть если это так и есть итак вторая часть нашей закупки готова что мы взяли дынька rock melon так это спрейд из трех видов орехов кумара сладкая картошка две штучки дальше бананчик и свекла две штучки и зеленый лучок где-то уже побился ну да ладно вот еще забыл это пицца бейс нужно пиццу мы предпочитаем доме сами делать боись берешь насыпал свеженькая их вкус и готова так вторая сумочка здесь у нас просто набор воды иван берется до 6 бутылок вот такое газированной воды минеральная газированная вода доллар 10 штучка литр 25 я беру вот такой джем французский он очень вкусный без добавления сахара именно сегодня был на скидке две штучки мы взяли именно мармелад так и вот упаковка таблеток для посудомоечной машины 80 штук здесь тоже было на скидке пол цены так дальше идем вот такая четвертинка капусты половинки что-то не было ивана нужна была четвертинка капусты доллара она стоила помидорами дар печери только 250 грамм это у нас лимончики полкило арбузик четвертинка взяли еще два манга это другой уже сорт этот арту и ту мне почему-то все время хочется арту диту сказать как звездных воинов эти по 3 доллара тоже до перчик один это у нас попкорн который в коробочку делаешь решили сделать дома покорна неплохой состав нет пальмового масла и так оригинально что она открывается превращается коробочку до сделано в австралии это обычные такие рисовые воздушные чипсы такие вот со вкусом сыра погрызть рисовые крекеры погрызть тоже и берем такие как бы рапы то есть как тортиллы кто их как называет заворачиваем тогда делаем лабаши короче уберем на холме так еще одна сумочка так что мы взяли мы взяли курицу здесь совсем недорогая курица вот такая огромненькая принципе большая 1104 завод всю то есть 550 за килограмм всего лишь это free range самобегающие которые можно бегать и докупили еще такие ножки тоже самобегающий free range получается сколько здесь 650 за килограмм но здесь вот это опять ножек завесили на 506 дальше сыр любители сыра у нас дети и съедают сыра по 2 килограмма в неделю так что это вот этом сыр порезанную же новозеландский кстати вот этот именно новозеландский мы берем детки очень любят его удобно нарезанный и все то есть у нас получите полки до полки в каждой пачке один я беру вот для себя это колбин именно вот местный волверский этого супермаркета иван взял себе попробовать его такой органический ваниль коробки открываются такие вот две пачки смог это копченая форель копченая форель это тоже под бренду булвардс выпускается но это выловлено она и приготовлена в германии сюда привезено расфасована то есть 100 грамм в каждой пачке до получилось что-то около 12 долларов за вот эти две пачки за 200 грамм потом у нас вот йогурт и показали мороженое очень советуем вот именно вот этот конец короче как она точно произносится я не знаю но там много разных вкусов мы берем ванильная сегодня было на скидке и взяли вот четыре штучки креветочки всего лишь так вот это чтобы положить на пиццу просто для удовольствия австралийские креветки тигровые на 40 и вообще 1 килограмм 27 килограмм итак закупка завершена мне правда еще хлеб докупить на одно это уже по мелочи общая сумма получилась 401 доллар 46 центов так что цены подросли хотя в принципе опять же можно то есть от недели к все варьируется на что что-то у нас есть мы в этот раз не покупали что-то мы купили она будет естественно не на одну неделю говорят что вы что все за неделю это съедает нет конечно то что мы покупаем очень много что остается на следующие какие-то вещи ты видишь вот обязательно опять же мы уже сколько раз рассказывали пол цены скидка ты знаешь что что у тебя она есть но если она может полежать если это не какой-то скоро портящийся продукт почему не взять его на этой неделе чтобы потом как бы вот таким образом сэкономить так что кстати у нас родилась такая идея сделать гид такой вот путеводитель по магазинам австралии по основным естественно магазинам все ты их не перечислишь но основные крупные магазины которые существуют по всей стране и рассказать вам о том где лучше что-то купить где какой выбор где какой ценовой разброс какие товары продаются и так далее потому что очень много вопросов нам приходят об этом а где нам купить то где это купить да люди спрашивают я приеду мне надо работу устраиваться где мне купить рабочую одежду ну да он больше актуален будет для тех кто только приезжает и вообще не разбирается не знает куда идти и что покупать потому что в принципе это может любой понять но вам нужно потратить массу времени чтобы понять где что продается где что выгоднее вообще где хорошего качества да и просто понимать в каком магазине что продается то есть вместо того чтобы обходить вы уже будете знать а я приехал я иду в магазин я найду там такой товар который мне необходим так вот если вы считаете что такой гид будет не действительно актуален напишите обязательно в комментариях да нам интересно ваше мнение стоит такой ряд как вы думаете ну а на этом у нас все спасибо что досмотрели до конца ставим обязательно пальчики вверх поддерживаем наш канал подписываемся на него ну и всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok